Добрый вечер! Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер! Сегодня основная масса так или иначе обеспечена семенами, обеспечена дизельным топливом или средствами под эти вещи. Много градов, я знаю, что сидело до последнего с товаром с прошлого урожая для того, чтобы сейчас весной сдать и закупить все-таки дизтопливо, семена, удобрения, средства защиты растений. Получилось это сделать? Ну, не у всех на сегодня. Какая была цена? Ну, на сегодня ситуация не очень плохая по сравнению с прошлым годом, с качками доллара, селитрой по 12, по 14, средства защиты растений по курсу доллара шли, поэтому, когда он скакал там 30-40, те, кто продает средства защиты, не могли понять, они три раза в день меняли многие цену. То есть, сегодня ситуация более или менее стабильна в этом плане, не такая уже дорогая селитра, 8,5-8,6, не травмофоска, 10 с копейками, ну, как где, на каких условиях, да? Ну, в общем-то, не все так печально, будем говорить, по сравнению с прошлым годом. И я скажу, хоть доходные озимы, но это было понятно, что они из зимы выйдут никакие, потому что на юге Украины они входили в зиму никакие эти озимы, потому что очень была сухая осень, затяжная, очень поздно пошли дожди, очень поздно мы получали всходы, поэтому озимы и вошли в зиму, такие, будем говорить, ну, не очень сильные. И это большая радость, что даже в таком состоянии они сегодня перезимовали, они живые, отбивают вторичку, это уже хорошо, с кем я и с коллег не общалась, а зимы и все-таки живы, поэтому есть надежда на хороший урожай. Надежда Валерьевна, и еще один коротенький вопрос, о каких средствах западных шла речь сейчас вот в этом сюжете? Что это за кредиты, или это помощь, или что это, и куда они будут направляться? Это я была на радиус евроинтеграции, и на урядовом портале министр финансов наша озвучила, что есть сегодня европейские деньги в связи с евроинтеграцией на развитие агрария, что это 411 миллионов евро, которые будут даваться аграриям на срок до 12 лет с 4-летним льготным периодом, и процентную ставку на урядовом портале озвучена 1,34, да, это очень хороший условие подразвития, но сегодня пока я не вижу, нигде не наблюдаю, на радио Макулаве, которая прошла у советника нашего премьер-министра, я запытала, кто ей распорядный комкоштев, распорядный комкоштев Министерства финансов и Укрэксимбанк, но на сегодня нет никаких программ, условий, под что дают, как дают, на животноводство, на плодовощеводство, на развитие орошения на юге и так далее, ну то есть должны быть какие-то программы, четко оговоренные условия, конкурсы и так далее, сегодня я пока их не вижу, нигде нету и никто о них не знает. Ну, тем не менее, Надежда Валерьевна, будем надеяться, что в принципе эти деньги дойдут по назначению. Что все-таки будут созданы программы и эти деньги дойдут. Да, конечно, дойдут по назначению, я думаю, что они будут не лишними для наших аграрьев и будут использованы для того, чтобы развивать и фермерские хозяйства, и более-менее, скажем так, и средние сельхозпредприятия. Вот, Надея Валерьевна, я дуже вдячний вам за то, что вы были сегодня у нас в гостях. Шановные антайлоглядачи, я нагадую вам ща раз, что сегодня у нас в гостях была депутат областной рады, директор товариства «Золотый колос» Надея Иванова. А мы...